Подкасты I Love Supersport. В гостях у Велимира Назаричева Елена Бурыкина, мастер спорта международного класса и тренер I Love Running. Тема выпуска – бег зимой, правила и советы. Друзья, всем добрый вечер. Мы рады вас приветствовать в нашем эфире, в нашей обновленной студии. И вместе с моим гостем Леной Бурыкиной, тренером I Love Running. В ближайший час мы с вами поговорим о том, как провести эту зиму на бегу, с комфортом, как получать от этого удовольствие. Наверное, было бы прикольно начать наш эфир с вопроса шара. У нас в студии теперь есть такой шар для ответов на самые сложные вопросы. И первый вопрос, который хотелось бы задать Лене, и, возможно, который задают многие, это «Насладимся ли мы бегуны этой зимой в полной мере?» Давай посмотрим, что нам говорит шар. Шар говорит «Крути еще раз, сейчас мы получше покрусим». Безусловно, супер. Вот ответ. Наверное, было бы правильно представить нашего гостя сегодня, Лена Бурыкина. Я, когда готовился к эфиру, нашел много информации о тебе, который, честно говоря, раньше не задумывался над тем, как это круто. Ну, правда, немножко о цифрах, да, ты 35 лет вообще в спорте уже, да, то есть с самого детства и до сих пор вот Лена участвовала в чемпионате России на 10 километров по мастерс, который был в октябре, да, в рамках полумарафона «Моя столица». Почти 10 лет ты занимаешься тренерским делом, работала с детьми, сейчас работаешь со взрослыми спортсменами, любителями и помогаешь им влюбляться в бег и сопровождаешь их на этом пути. Ну и самое, конечно, интересное, Лена, во-первых, победитель марафона в Дублине, это то место, где был установлен рекорд России на марафонской дистанции Алексеем Соколовым-младшим. Лена, призерка чемпионата мира по полумарафону, это вообще, мне кажется, уникальное достижение. Кто-то, ну вот еще было ли такое достижение? Выше у меня не было. А вообще, как команды, ну в частности, там, среди женщин, были ли такие еще победы? Ну я только чемпионка России в беге по шоссе, это вот, ну, тоже очень такое значимое... А на какой дистанции? 10 километров шоссе, да, чемпионат России, мы в Адлере бежали. И вот самое наивысшее, я считаю, вот мое такое достижение, да, это чемпионат мира, ну, как бы такое высокое, третье место бронзовое. Я думаю, что мы командой очень достойным проиграли кенийской и румынской команде, которые были тоже девочки очень сильные. Ну, то есть, как бы, я считаю, что кроме Олимпийских игр, это, конечно, это вот вершина того, что каждый спортсмен бы хотел достичь. Но получилось, что я немножечко где-то, может быть, не дотянула, где-то, может быть, не до... Ну, просто удача, вот, хотя была хорошо готова, но вот моя мечта, возможно, может быть, по мастерству я попаду, кто знает. Ну, сейчас есть широкие возможности для того, чтобы реализовать себя на международной арене и в мастерской группе, поэтому надеемся, что будешь активно в этом принять участие. А, кстати, вопрос, ты говоришь, в Адлере бежали 10 километров по шоссе, а где вы бежали, да? Вы бежали ли это в городе или по набережной? Да, это в городе, стандартный круг, прямо в центре города, не помню, как эта гостиница называла, Прибой или Приморье, мы там всё время обычно останавливались, жили в этой гостинице. Стандартный круг, не могу сказать, сколько километров, может быть, 2-3 километра. И вот эту дистанцию мы всё время бежали вот именно по этой трассе, то есть как бы это было в определённое время, в марте обычно весной, чемпионат России вот на шоссе. Я была, чему очень, ну несказанно, рада, потому что всё-таки, когда ты 2-е, 3-е место, это тоже очень классно, это ты в призах. Но когда ты встаёшь на высшую ступень, и ты понимаешь, что ты чемпионка России, что ты как бы сильнейшая в России, и на самом деле девочки очень быстро бежали, такой был хороший год, сильный. Какой результат, ты помнишь, примерно? Да, я из 32-х выбежала минут, но там было чуть короче, чуть-чуть было короче. Почему? Потому что были выборы связанные, ну как бы, да, связали, и мы, ну, должны были оббегать то место, где люди шли на выборы, немножечко изменили в тот год трассу. И когда мой супруг, он тоже у меня бывший спортсмен, мастер спорта, и ребята бежали первые в забеге, потом бежали женщины. И он прибегает и говорит, слушай, ну у меня тут очень хороший результат, говорит, по всей видимости, говорит, немножко короче. Ну, то есть, тут неважно даже короче, не короче, то есть, ты чемпион, а победителя не судят, так сказать. То есть, было бы длиннее, мы пробежали бы и длиннее дистанцию, но по времени понятно, что... Хотя на стадионе я бежала 32-14, ну, то есть, это как бы мой нормальный результат, ну, я там чуть-чуть выскочила с 32-х, то есть, в принципе, да, это очень высокое время. Ну, я вообще любила очень шоссе, знаешь, почему? Потому что не любила кроссы, честно скажу, грязь, когда ты вот увязаешь ногами вот в этой вот месиве, а стадион и шоссе очень как бы, ну, я лёгенькая, сама по себе худенькая, и мне было легче бежать, когда не было никаких препятствий, ну, как бы в виде грязи или каких-то там, ну, других, там, горочек и спусков, вот, поэтому я очень любила шоссе. То есть, это позволяло мне показывать очень высокие результаты. Круто. Не, ну, десятка из 32-х, это примерно по 3-10, да, на километрах? Ну, да, 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 по 3-10, да. Кто из слышателей сможет так пробежать, интересно, это правда очень быстро. Ну, круто. Скажи, а ты когда тренировалась, ну, профессионально, да, зимой, вот как раз то время, если представить, там, конец ноября, начало декабря, если ты, например, не выезжала на сборы, вот, ты где обычно тренировалась, расскажи. Ну, давай сейчас я вам расскажу про то, что в легкой атлетике два сезона, летний и зимний сезон, да, летний сезон, понятно, что мы бегаем в шоссе либо на стадионе. Зимний – это когда мы уходим в манежи, ну, такие закрытые залы, многие, наверное, наши слушатели знают, где зимой можно тренироваться. Я, честно говоря, не злоупотребляла манежами, почему? Потому что я не люблю, там всегда много народу, есть шанс с кем-то столкнуться, да, более медленные ребята бегут, особенно если там они заболтались, а ты делаешь тренировку. Ну, реально, когда, ну, профессионал это делает, ты сконцентрирован на своей работе, и ты должен делать свою тренировку чётко по заданному времени, который тебе говорит тренер. То есть ты отрабатываешь тот темп, с которым ты побежишь на соревнованиях. Вот. Ну и пыльно, ну, по моему ощущению, в манежах, да, то есть свежий воздух всё равно на улице, ты дышишь свежим воздухом, хоть это холодно. В основном где-то в парковых зонах старались, в лесу, у меня тренер, она жила около леса, мы замечательно бегали в лесу, километровый кружочек, выходили не очень рано, ну, где-то часов в 10 начиналась тренировка, и прекрасно бегали на улице. То есть в лесу не так много ветра, можно, ну, если, допустим, ветрено, да, если ты бегаешь где-то на открытом пространстве, как вот мы недавно бегали на Воробьёвых горах, там всё открыто, да, там, то есть ветер ощущается, но это не помеха для того, чтобы, да, не бегать. Ну, на одной прямой у тебя ветер, на другой, извините, ветер помогает, он тебе в спину дует, это тоже преимущество. Ты отрабатываешь наклон в беге, тоже против ветра бежишь, ну, эту беговую позу отрабатываешь, когда всегда ребятам своим бежим, я говорю, наклоняй плечи вперёд на ветер, ну, как бы, да, вот учись там бежать свободно, когда ветер дует в спину, а на ветер всё-таки наклоняйся вперёд. В основном, да, на сборах мы, естественно, бегали на улице, это был Кисловодск, Адлер, Киргизия, мы в Челпанату ездили. Если мы оставались, допустим, в Москве, то это, ну, очень крайне редко, скорее всего, это раз в неделю мы ездили в Манеж, а остальное время мы бегали на улице, восстановительные кроссы, пожалуйста, одевайся, нет плохой погоды, как говорят англичане, есть плохая одежда, да, то есть одевайся и беги. Ну, вот если переводить эту всю ситуацию на любительский спорт, представим, что человек в этом году провёл свой первый сезон, пробежал, ну, например, там, 10 километров или даже полумарафон пробежал, и, ну, планирует что-то на весну уже, и вот часто встаёт всегда вопрос, вообще, бегать ли зимой, потому что есть много мифов, которые, я надеюсь, мы сегодня развеем, вот, все такие нюансы проговорим, и, собственно, вот на твой взгляд, где лучше тренироваться любителю, потому что, ну, с одной стороны, ты, ну, правильные вещи говоришь, что, ну, душновато может быть, в такие пиковые часы довольно много людей на стадионе, там, вентиляция не такая качественная, как, естественно, на улице, да, но если посмотреть с другой стороны, там можно, ну, во-первых, тренироваться комфортно в плане температуры, то есть ты бегаешь в шортах, в футболке, ты бежишь там сухо, и там можно делать, в общем-то, скоростные работы очень комфортно, да, то есть поддерживать хорошо свои скоростные возможности. Может быть, такой тип тренировок, ну, не всем актуален, но, ну, большинство тренировок, которые делает любитель, в принципе, возможно, даже комфортнее делать манежи, вот, на твой взгляд, какая доля тренировок, например, манежи можно оставить совершенно спокойно, и что лучше, и какие тренировки лучше оставлять на свежем воздухе, и почему? Ну, как я уже сказала, да, вот, допустим, свой, мой опыт, если, в принципе, ну, смотри, Велимир, мы сейчас в таком периоде находимся, у нас стартов нету, ну, они есть, они где-то весной, где-то далеко еще, да, ребята понимают, ну, допустим, вот любитель, вот мы сейчас с ребятами уже как бы постартовали, финишировали, так сказать, сезон закрыли, с хорошими результатами, только кто-то там выполнил свои цели, которые он ставил себе, с личными рекордами, и вот мы сейчас думаем, так, что же нам делать? Некоторые ребята говорят, да не буду я тренироваться, сейчас я пару месяцев отдохну, зачем мне вообще бегать, и я где-нибудь там в марте, в апреле потихонечку начну. Это неверное мнение, бег любит постоянство, то есть, если ты постоянно в движении, ты постоянно, даже нагрузку можно снизить в плане интенсивности, и перейти на более длинные спокойные кроссы, так сказать, работать над выносливостью, набегивать митохондрии, как очень любят сейчас многие говорить любители, которые начитались очень много, ну, и это правильно, что они читают, и что правильно интересуются, это очень здорово, человек должен понимать, что он делает, зачем он это делает, да, ради чего он делает, вот, поэтому я бы так сказала, если есть необходимость в интервальных таких интенсивных тренировках, то, конечно, желательно их сделать в манеже, правильно ты сказал, одеть шорты спортивные, футболку, легкие кроссовки, под ногами ни скользко, ни сыро, уверенно ставишь ногу, и ты побежал, да, с определенным там зданием, которое там дал тебе тренер, а в основном, конечно, всем любителям я рекомендую бегать на улице, ну, во-первых, свежий воздух, начнем с этого, да, то есть, никто на вас не кашляет, не чихает, в наше время такое, да, очень непростое. То есть, манеж будет разбегаться сразу. Да-да-да, вот, потом, поступает больше кислорода, уже все знают, что зимой на 30% больше кислорода в воздухе, чем летом, поэтому мы, да, глубже дышим, у нас лучше усваивается кислород, у нас, кстати, очень хорошо работает при этом голова, наши мозги тоже, они как бы проветриваются, и на самом деле многие сейчас очень такие бизнесмены, они просто назначают встречу и говорят, слушай, давай мы вот сегодня там в 6 утра, а мы побежим, ну, как раз вот побегаем, ну, там, 30-40 минут, типа зарядки, и обсудим какие-то там наболевшие вопросы, потому что реально у людей сейчас времени очень мало, почему нет, да, точно так же можно найти какой-то компаньон о себе, ну, и побегать, поболтать, как мы рекомендуем, да, у нас в нашей школе, мы всегда говорим ребятам, бежим разминочку, там, бежим кроссик в разговорном темпе, то есть, что значит, я бегу, могу разговаривать, я не задыхаю, значит, у меня нормальный пульс, пульс у нас 140-145, у нас ребята это в нашей школе очень хорошо знают, даже начинающие, то есть, акцент мы делаем всё-таки на пульсовые зоны, и поэтому спокойно можно всю зиму пробегать на улице, то есть, бегать не так быстро, не так интенсивно, но зато помедленнее и подольше, укрепляем свой опорно-двигательный аппарат, когда, допустим, снег выпадает, это тоже можно из любого, из любой ситуации получить плюсы, хорошо, выпал снег, там, подмёрз, потом подтаял, неровности, опять же, это очень хорошая тренировка для наших мышц и суставов, укрепляем голеностоп, да, но только аккуратно смотрим, чтобы не подвернуть ноги, вот, то есть, это то же самое, на балансе бежим, на скользком чуть немножечко, то есть, это тоже очень хорошая тренировка для наших суставов, укреплять мышцы. Ну, вот, я вот слышу прекрасно, что очень важно не прекращать, потому что весь тот наработанный прогресс за сезон, в целом, даже не так важно, сколько он длился, да, там, он длился несколько месяцев у тебя, или, там, с весны, или, там, с прошлого года ты ещё бегаешь непрерывно, важно сейчас не делать паузу, потому что потом будет гораздо сложнее нарабатывать. Да, да, ты знаешь, я вчера смотрел классное видео на ютубе вот генерального директора визы в Северной Америке, это наша русская девушка, там, удивительная история успеха, и прозвучала интересная фраза, любопытная, которую можно перенести как раз на бег, она была про бизнесы, про то, что, ну, в текущей ситуации можно, ну, стратегию, там, компании планировать по-разному, можно, там, максимально минимизировать всё, что только можно, ужаться, и вот ждать наступления часа G, что вот всё, как бы, будет плохо, и, как бы, заранее скосив все какие-то, там, косты и так далее, я, значит, приготовлюсь и, вроде как, там, от этого как-то выиграю. Вот, с одной стороны, да, вот, но если этот процесс наступит всё-таки, то потом, тем не менее, есть вторая сторона, которая говорит ещё о том, что если ты будешь, ну, как бы, действовать проактивно и, ну, скорее подстраиваться под какие-то новые водные данные, то ты остаёшься всё время на ходу, на плаву, в рынке, вот, а при первой ситуации, вернуться на рынок, если час X не случится, гораздо труднее. Тут получается то же самое, что если, например, старты есть, то, как бы, круто, ты к ним готов, если их нету, ну, ничего страшного, зато ты в форме, ты круто провёл этот период, ты классно прокачался и можно, в принципе, там, немножко передвинуть форму, там, перестроить план и так далее, но если ты не готовился, то вот весной вернуться будет очень трудно, и в целом это хороший такой тезис, чтобы всё-таки зимой продолжать заниматься. Да, 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 бег любит постоянство, и ещё раз повторю, и несколько раз повторю, что не надо прекращать, допустим, вот многие спортсмены мои, да, кто вот у меня уже давно занимается, пробежали уже там свою половинку, и они, в принципе, уже морально готовы пробежать марафон. Так это же отличная идея, ну, допустим, да, сейчас набрать базу, ну, так сказать, длинных вот этих коротких кроссов, не травмируясь, то есть не форсируя ничего. То есть у тебя прекрасно есть ноябрь, декабрь, январь, даже февраль, в принципе, можно ещё как бы набегиваться и даже не интенсивности, ну, делать интенсивные тренировки, но они такие нежёсткие, то есть это очень отличное время. Потом, опять же, ОФП, физподготовка, прокачать, правильно ты сказал, большинство моих учеников, ну, ты их спрашиваешь, ты делаешь ОФП? Да, 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 некоторые глазки опускают, то есть я понимаю, что там, ну, либо лень, либо некогда, но в основном это, конечно, лень. Но это наша база, ну, без ОФП мы никуда. И я иногда устраиваю, ну, тренировки такие проверочные, ну, там даю чуть-чуть больше нагрузки, чем как обычно. И я вижу, ребята, кто, если хорошо выполняет, допустим, делаем 40 секунд, планку стоим или что-то, ну, и смотришь, вот, нав, ручки затряслись, там, вон сейчас спинка уже, да, то есть ты понимаешь, что человек даже вот к минуте стоять в планке, он, ну, не готов, значит, это о чём говорит. Слабые мышцы кора, пресс спина, там, те же руки надо качать. Понятно, что в беге мы бежим, хоть как-то укрепляются там ноги и стопы, да, но этого тоже недостаточно. Вот это тоже как раз сейчас это время для того, чтобы уделить время больше как раз вот физподготовке. В том числе включать, я очень сейчас люблю, бег в горку, пока снега нету. В принципе, ребятам, ну, сложновато, я скажу, что не всем легко, но уже, допустим, те же девочки, которые у меня забегали по 3-4 раза, они сейчас уже по 7-8 раз забегают, и они об этом не говорят. Они говорят, ну, надо же, вот, а вот помнишь, я вот не могла, а сейчас, то есть тем самым тоже повышая выносливость и силу. То есть это очень отлично, как бы, да, и разнообразие тренировок. Опять же, когда мы готовимся к соревнованиям, у нас получается, что вот есть цель, ну, разные цели у всех у ребят, понятно, что. Но кто-то, если ребята уже хотят на результат пробежать, ну, то есть мы понимаем, что у нас нет времени на какие-то там другие вещи, там на то же ОФП, ну, то есть в таком поддерживающем мы можем делать его. А те ребята, которые хотят просто пробежать, ну, то есть я могу им включать, как бы, ну, разнообразие тренировок, это тоже очень, как бы, очень здорово. То есть вот сейчас как раз самое время, чтобы можно и попрыгать, и ОФП поделать, и там темповые такие более, ну, не такие скоростные сделать, не на пульсе там 140, а на пульсе же 150, то есть человек бежит, он, ну, не максимально выкладывается, но зато он тоже там такие хорошие очень задачи решает. То есть разнообразие тренировок тоже очень здорово. Это не надоедает и даже психике, потому что когда ты делаешь одно и то же, и опять ты приходишь, и вот, ну, это немножко голова, я-то тоже говорю, самое главное, чтобы голова не уставала. То есть мышцы не так устанут, то есть голова быстрее устает. Вот поэтому сейчас прям спектр тренировок можно менять, даже можно с ребятами в эстафеты поиграть, даже взрослые люди с удовольствием поиграют, но опять же, ну, это эмоционально очень здорово, и опять физподготовка. Мне, кстати, кажется, что ты сказала сейчас правильную вещь, что в межсезонье сейчас до весны, поскольку стартов, ну, либо их нету, либо они какие-то единичные, да, ты не впадаешь в какой-то азарт, ты не отвлекаешься от чего-то, и с одной стороны ты можешь более целенаправленно идти, и с другой стороны ты можешь попробовать то, чего не пробовал, уделить внимание каким-то слабым сторонам. И это очень интересно, потому что в начале сезона, когда вот локдаун, пандемия, это все началось, я читал в соцсети, как все любители и профессиональные наши спортсмены, они начинали писать, что все, сезон потерян, я не могу, все там, коту под хвост, как же будем выступать. Что же будет дальше. А по итогу мы смотрим на, например, сентябрь, и видим очень высокие результаты, да, в октябре Владимир Никитин установил рекорд России на полумарафоне, если посмотреть на марафонцев, там, Юра Чечин, да, он сделал несколько марафонов. Ну, обалдеть, да, это супер такое комбо, а получилось ли такое сделать вот в обычный сезон, когда там есть какие-то старты, ты их распланировал, а тут вот так и подготовился, да, и получается, что у многих появилось такое дополнительное окно, чтобы, ну, спокойнее подойти как-то, ну, не спеша, все уже поняли, что все, там, часть сезона уже прикрыта, и как-то нормально потренироваться, и даже посмотреть на, ну, мировые результаты тоже, сколько вот там мировых рекордов было установлено, просто пачки мы выбегали из очень крутых там каких-то показателей, да, там, не знаю, девушки там из 70 минут, мужики там из 30 минут, из часу там полно. Мировые очень быстро, да. Правда, круто бежали. И мне кажется, что, ну, вот любителям супер важно как раз использовать зиму, чтобы совершенно спокойно, планомерно. Да, 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 тянуться, без травм. Ну, например, не мог позволить себе бегать, ну, много летом, если сейчас есть, там, ну, три раза, четыре раза в неделю, спокойненько этим заняться, и это даст очень большие… Да, три раза в неделю можно выходить, это будет даже уже вот небольшой такой объем, но он даст свой результат, и причем он даст уже вот очень скоро, там, через месяц человек уже почувствует, ну, как, что вот он стал сильнее, стал выносливее. Я имею в виду, что кто вообще не бегал, вот, да, вот даже с нуля. У нас вот сейчас школа бега, ребята через месяц уже пробегают свои первые пять километров. Ну, так вот обычному человеку скажи, слушай, иди побеги пять километров, скажи, да я не добегу. Ну, большинство людей скажут, я не добегу. Хотя, в принципе, если ты бежишь спокойным темпом, то, что мы в школе ребята обучаем, да, говорим, я говорю, чтобы научиться бегать быстро, надо научиться бегать медленно. Многие начинают так вот изумленно смотреть, это как? Я говорю, если вы будете слушать очень внимательно тренер меня, да, и вы будете выполнять все, вы поймете в конце курса, что чем медленнее вы бежите, тем быстрее вы пробежите, ну, как бы, да, в какой-то точке там своей. Даже профессионалы, ну, то есть максимально делают свою тренировку, но потом 80% из того, что, да, даже мы знаем это правило 20 на 80, то есть 20% мы бегаем, даже сейчас можно и меньше зимой это делать, там даже 15-10, но 80% мы бегаем медленно, то есть либо это восстановление, либо это длинные какие-то спокойные кроссы. То есть это очень хорошая возможность сейчас набрать вот такую базу, так сказать, на чем потом мы будем строить свою другую уже предсоревновательную подготовку. Это очень хороший шанс для всех. Ну, да, я абсолютно согласен. Тут у нас на подходе, кстати, первый миф. Мне часто, ну, вот я встречаю такие вопросы, что я не бегаю, потому что зимой большой шанс заболеть. То есть летом всё окей, а вот зимой, потому что холодно, температура отрицательная, я вот заболею. Что ты думаешь на этот счёт? Ну, можно заболеть, да, конечно, если одеться неправильно, если остывать на тренировке. Ну, то есть как бы тут какие-то правила тоже существуют определённые. Ну, давай, наверное, вот... Да, начнём с того, что да. Можно с экипировки начать, да? Экипировка, да. Такой вроде простой момент. Надо просто одеваться правильно. Что значит правильно одеваться? Многослойность, скажем так. Да, то есть одеваем не один-два слой, как мы одеваем это летом, там даже ранней осенью, а одеваем три слоя. Ну, девочки одевают спортивное бра, футболка, которая отводит. Мы потеем, когда бегаем, мы начинаем согреваться тело, да, начинаем потеть. То есть какая-то драфитовская футболка, потом флис и ветрозащитная или ветронепродуваемая куртка. Ну, то есть та, которая тебе выходишь на улицу, если вдруг там идёт мокрый дождь, ой, мокрый снег, дождь, ветер дует, то есть это тебя защищает. Затем мы одеваем обязательно шапочку, обязательно, потому что уши, ну, в любом случае, если шапочка как-то тебя раздражает, не нравится, можно одеть полоску, бафы есть. Перчатки обязательно, руки очень мёрзнут, когда холодно, начинает себя не очень уютно чувствовать человек. И носки, пожалуйста. У меня многие спортсмены приходят до сих пор. Я вижу открытые ахилловые сухожилия. Я ещё раз говорю, я выгоню с тренировки, на следующий год не пущу. Ты бы меня выгнала. Я бегал на прошлой неделе, у меня были вот примерно как сейчас. Я очень ругаюсь, я очень ругаюсь, потому что ахилл, он не любит холод. Как ни странно, лечим мы его холодом, но он не любит холод. То есть я знаю точно, что спринтера, они даже летом одевают, вязаные такие раньше вязали. Вязаные, да, я в манеже когда бегал, все такие, да. И это же не просто так они одевают, чтобы всё время мышцы и сухожилия были в тепле. Чем холоднее мышца, тем она более травмируется, тем она быстрее может спазмироваться. Я всегда своих спортсменов учу. Я говорю, одевайтесь, тепло, разминайтесь всегда, чтобы вам было жарко. Потом вы разденетесь. Как у нас любители? Приходят на тренировку, на улице там плюс 10. Он стоит в футболочке и в шортиках. Я говорю, а почему ты не можешь одеть какую-то куртку? А зачем? Сейчас мы же побежим, будет тепло, но потом ты её снимешь. Разогрей тело. Чтобы согреть тело, надо больше энергии, чем для поддержания. То есть согрейся сначала, дай мышцам. Понятно, что мы не бежим быстро сразу. То есть в тренировку мы, естественно, разминаемся и согреваем. Но потом также можно быстро и остыть. То есть пока тренер что-то объясняет, человек стоит, ветер дует, где-то прохладно. То есть всё, твоя разминка, которую ты сделал в течение 15-20 минут, она пошла на смарку. То есть мышцы остыли. Вот поэтому одевать обязательно высокие носки. Ну, понятно, что кроссовки. Но подойдут уже обычные? Ну, как бы носки обычные или спортивные какие-то специальные нужны? Ну, лучше, конечно, покупать спортивные носки, потому что они там у нас, если зима, это более хэбэ, нитка такая более хэбэшная плюс синтетика, летние они больше синтетические, но не такие плотные. Ну, и плотненькие, да, самые лучшие. Да, на зиму, конечно, более плотные носки. Если очень холодно, я бывает порой, ну, ребята говорят, ну, одевайте две пары носок. Не надо одеваться там шерстяные какие-то носки. Но два хэбэшных носочка, да, потому что мы кроссовки всегда покупаем чуть больше на размер. Почему? Потому что ногти потом будут страдать, они будут потом чернеть, ну, будут болеть. То есть мы впритык кроссовки не покупаем. А вот важный момент ещё по поводу температуры. Ты правильный момент сказала, что, ну, слишком, ну, часто одевается слишком тепло. Я слышал, что нужно одеваться на улицу, как будто там на 10 градусов потеплее. Жарче, да. Да, да, то есть ты, ну, как бы выходишь, и когда ты выходишь на улицу, это абсолютно окей, что тебе может быть прохладно сначала. Ну, немножко прохладно, да. Да, и потом ты разогреваешься, да. То есть получается, вот это важно не бояться всё-таки. И, ну, в крайнем случае, да, то есть особенно если, там, не знаю, очень прохладно или ветер, то, ну, продумать свои слои так, чтобы можно было снять без проблем, без, ну, потери качества, да, то есть чтобы там вы не сняли, и это там у вас футболка или термофутболка осталась. То есть для этого и нужна многослойность, чтобы вы могли сочетать это всё, и если, ну, действительно станет жарко, и если там нет сильного ветра, то вы могли снять, не знаю, или жилеточку, или что-то изменить, и, ну, было немножко полегче, не так жарко, и вы могли, там, с комфортом продолжить тренировку, но при этом, там, не снижая риски заболеть. Заболеть, да. Кстати, я очень люблю жилетки, вот ты сказал, почему, потому что… Ты термобилей, жилетка, мне кажется, вообще классный вариант. Да, рукам не так холодно, как, допустим, если вот ветер, ты бежишь на ветер, все, ну, у тебя как бы грудь продувается. Жилетка, она, в принципе, спасает, ну, в общем, это как бы такое универсальное, но я очень обожаю, я всем своим спортсменам тоже говорю, ребят, одеваем флисовую и сверху жилетку, и, в принципе, вы как бы защищены. И ещё такое самое главное правило, ну, так, вот если мы начали про то, что люди боятся заболеть, это, конечно, не стоять, потому что на улице, когда зима и холодно, то есть тренировка проходит таким методом, что мы приходим, разминаемся, потом ребята делают определённые упражнения, то есть заминка, растяжка, всё, и мы, в общем-то, как бы тренировку заканчиваем. То есть самое главное – не стоять. Если мы после тренировки, допустим, понимаем, что нам надо замяться, можно, в принципе, зайти в помещение и там уже потянуться, мышцы свои растянуть, то есть быстренько зайти в помещение. И рекомендация, может быть, любителям, если мы делаем домашние какие-то, пробеги, забеги, там, да, свои какие-то домашние задания, то, в принципе, если вы выбежали из дома и прибежали, опять же, домой, риск заболеть, ну, наверное, прям он нулевой. Наоборот, когда вы бежите по улице, свежий воздух, это как такой свой способ закаливания. То есть как бы у нас же не сразу минус. То есть мы потихонечку идём в осень вранью, потом в позднюю осень, потом у нас так неожиданно снег выпал, как у нас обычно по телевизору говорят, да, неожиданно пришла зима. То есть я неожиданно, никто не ждал её, она вдруг пришла. То есть тем самым мы, на самом деле, закаливаем свой организм. Постепенно температура начинает падать. То есть это очень хорошо для профилактики респираторно-вирусных заболеваний, которые сейчас, ну, как бы, да, не только ковид, но и другие, обычная простуда насморки. Да, сейчас она прям в пик у нас. Поэтому, наоборот, когда вы бегаете на улице, вы тем самым, ну, делайте профилактику вот этих всех. Честно говоря, вот мы, вот у меня группа, мы бегаем не только в Одинцованную в Москве на улице, вот зимой. Мы не заходим в манеж, честно. Мы там, ребята, у меня очень крайне редко кто-то, ну, вот, прям болеет. Это прям вот кто-то заболел, ну, это прям, не знаю, что-то экстренное. Единичное. Да, это прям очень редко, когда люди болеют. Наоборот, все говорят, слушай, мы думали, там, будем болезть. То есть они сами это замечают и сами мне об этом говорят, что стали, наоборот, более закалённые. Ну, вот, кстати, я предлагаю нашим слушателям, кто ещё не проводил эту зиму бегом, задуматься о том факте, что вообще-то лыжники всю зиму катаются. И вот когда приводишь эти аргументы, такие, блин, точно. То есть, ну, на лыжах кататься можно, а бегать нельзя. Ну, да, да. Конечно же, это абсолютно ок, да. Поэтому спортом, аудор, заниматься зимой, это классно. На самом деле, когда ты двигаешься, тебе не холодно. Ты сам, например, знаешь, когда ты бежишь, вышел в первые, там, ну, 2-3 минутки, там, вроде как, зябко побежал, ну, первый километр, может быть. Потом ты, в принципе, уже всё, тебе жарко, ты уже согрелся, температура тела повысилась, сосуды расширились, то есть кровь побежала. Всё, человек уже согрелся, он может бежать, ну, как бы, да, и делать свою работу, и не боясь. Самое главное – не стоять. У нас тут на подходе вопрос. Один из вопросов вечера, да. Очень важный вопрос. А нужны ли специальные кроссовки для бега зимой? Мы посмотрим, что нам ответит Шар. Не могу сказать, правда. Он не эксперт, он не знает. Да, ну, поэтому доверимся экспертам. Лен, скажи, пожалуйста, что касаемо обуви, потому что, ну, действительно, там, кто-то бегает по чищенным дорожкам, да, кто-то бегает там по лесу, кто-то манежит. Вообще, что по поводу кроссовок? Нужны ли специальные какие-то с протектором, или можно обойтись обычными шоссейными? Ну, я своим ребятам всегда, знаете, как говорю, в принципе, специальная обувь не нужна. Единственное, что разница, вот, допустим, между летними кроссовками и зимними – более плотная ткань сверху, потому что летние они более облегчённые, конечно, ноге будет в них холодно. И более протекторная подошва, то есть чтобы было хорошее сцепление, ну, если вдруг там, да, у нас, как часто бывает, подморозило, растаяло, и такая небольшая, как корочка льда, всё-таки неустойчиво, чтобы, когда кроссовки, подошва, ну, такая нерифлённая, она, конечно, будет скользить. То есть, ну, прям специальные. Есть ребята, которые вот принципиально, да, нет, вот я бегаю там в Гортекс, у меня там вот там, они более тяжёлые, в них, я говорю, без проблем, ну, как бы это твой выбор, попробуй, побегай в них. Но пойми, что они, во-первых, ну, наверное, полкилограмма будет весить, ну, сама кроссовка. Ну, там не так страшно. Ну, да. Но некоторым, допустим, девочкам, которые у меня худенькие, маленькие, я даже не представляю, как она побежит вот в этих кроссовках, то есть она будет ощущать, что это тяжело, да. Ну, плюс они намокнут. Да, да, ещё и мокрые, хотя говорят, что Гортекс он не намокает, но на самом деле... Ну, он всё равно промокнет. Да, всё равно промокнет. Влага там как бы и останется. Да. Ещё раз говорю, единственное, не стоять. Когда мы бежим, у нас нога, естественно, тоже согревается, стопе не холодно. Ну, если, конечно, это не мокрый снег, когда нога просто уже вот прям в холодном, мокром снегу. Но такое бывает крайне редко, особенно там в Москве, когда на самом деле всё почищено. Но если вы в лесу бегаете, да, конечно, это актуально, что именно Гортековские, чтобы они больше сцепления было и хорошая протекторная подошва сама. Ну, то есть, в целом можно подвести резюме, если человек бегает, например, в манеже и точно по хорошо чищенным там асфальтным дорожкам, то, в принципе, дают обычные кроссовки, можно бегать совершенно спокойно в ваших летних, которые у вас есть в вашем арсенале. Конечно. Если вы понимаете, что у вас чистится плохо, это каша какая-то... Или лес какой-то рядышком, да, или лес, да, парк, то там всё-таки правда будет комфортнее, потому что, я согласен с тобой, бывает часто, когда, ну, просто люди много ходят, утаптывают, это довольно скользко, и всё-таки, ну, можно бегать в обычных, но немножко проскальзывать, действительно, да. Это просто вопрос комфорта будет лучше. Можно просто дёрнуть ногу, да, и получить такую микротравму, которая будет беспокоить потом, она как бы ни к чему. Понятно, что всё это можно быстренько помассировать, там помазать, но как бы опять же будет дискомфорт. То есть, и человек скажет, бег вреден. Ну, кстати, по поводу мазей. Раз то, что ты затронула эту тему, ну, во-первых, нужно ли использовать какие-то вообще мази, там, не знаю, разогревающие, там, ноги, руки, нужны ли какие-то мази... Налицо. Налицо, да, чтобы, там, не знаю, кожа не сохла. Ну вот, давай, наверное, раскроем, вот касаемо согревающих мазей, нужны ли они, как-то помогают, или, там, не надо это всем заниматься, ли, и по поводу вот такой бьюти, что ли, составляющей для девушек, насколько важно пользоваться увлажняющим, там, кремом, или, опять же... Ну, давайте начнём с ног, да, то есть мы бегаем, это наши самые волки кормят ноги. Из своего опыта точно знаю, когда я стала работать с любителями, я была очень крайне удивлена, что они никто не пользуются мазями. И когда, ну, вопрос вставал, там, уже начало холодать, я говорю, ребят, ну, купите там мазь, а какую мазь, а что, а зачем эта мазь, да? То есть я поняла, что люди, ну, немножко, да, как бы не сталкивались с этим, и они даже не понимают, что, оказывается, есть разогревающие мази, что можно, ну, намазать ноги, и это будет согревать твои мышцы, ну, тоже, опять же, исключать травматизм. Я всегда пользовалась, даже летом, разогревающую мазью, честно скажу, да, то есть специально у нас были массажисты в сборной, ты приходил перед разминкой и говорил, ну, там, помажьте немножко ноги, то есть они ставили там где-то какие-то точки эту мазь, потом тебя растирали, немножко разогревали мышцы, уже шёл сам процесс разминки, так сказать, потом уже шли бегать. Что это даёт? Во-первых, когда мы разминаемся, мы что делаем? Мы согреваем мышцы, да, чтобы мышцы включились в работу, были тёпленькие, хорошо сокращались и расслаблялись. Мазь, она не даёт, так сказать, остывать мышцам, то есть они всё время в таком подогретом состоянии, и мы не тратим энергию, чтобы поддерживать, ну, теплообмен, так сказать, в своём теле. Вот, это как бы основная, так сказать, функция этих разогревающих мазей. Вот. Я, конечно же, рекомендую своим спортсменам, ну, летом понятно, что, наверное, навряд ли я им скажу, потому что любители, ну, и меня неправильно поймут, скажут, ну, зачем, вроде тепло, я тут бегу в шортиках, мне и так жарко, то солнышко греет, вот ещё на это солнышко ещё мазь, на самом деле, да, очень. А в осенний-весенний период, когда прохладная погода, в принципе, даже я своим ребятам всегда говорю, ну, мажьтесь, мажьтесь, пожалуйста, у нас есть доктор в моей группе, который привозит тюбик мази, и нас он как бы, чтобы руки не пачкать, потому что можно намазать, потом руки негде помыть элементарно, да, я предлагаю ребятам всегда надеть пакет на руку, обычный целлофановый пакет, ну, как бы ноги помазать, потом пакет вывернуть и выбросить, но в любом случае руки, конечно, надо помыть, потому что если потрогаете лицо или глаза, будет очень, ну, щипать сильно от этой мази. То есть, если я правильно понимаю, то, ну, в первую очередь, для любителей, это снизить риск вот на начальном этапе тренировки, когда мышцы ещё холодные, ну, и так они, ну, будут чуть-чуть, чуть более разогретые, и, по крайней мере, меньше риска потянуть, или что-то ещё. Да, да, да. Но потом же в ходе тренировки мышцы уже нормально разогреты, и как бы это уже… Ну, и не теряем как бы тепло, сохраняем тепло, то есть это как бы долго позволяет мышцам быть в таком рабочем, хорошем состоянии. По поводу крема для лица, да, допустим, это очень актуально, тем более сейчас мы идём в зиму, когда у нас холодный ветер, ну, там снег может быть. Конечно, я рекомендую всегда мазать лицо каким-то жирным кремом, ну, чтобы он такую плёночку создал на лице, и лицо не так обветривалось, ну, как бы не так было холодно ему. И на губы, девочкам особенно, можно какой-то бальзам, да, чтобы тоже так же губы не обветривались. Ну, ребята, почему нет, да, потому что когда у тебя красные обветренные и ещё потрескавшиеся сухие губы, это будет не очень приятно. Вот. Поэтому как бы, да, пожалуйста, пользуйтесь любым детским кремом, который жирный, да, что это же там обычный детский крем, он, кстати, очень хорошо защищает. Ну, единственное, что не надо мазать прямо перед самым выходом, то есть намазать лицо, потом одеваться, оно немножко впитается и выходить. То есть это вас защитит как раз и от ветра, и от мороза. То есть лицо будет такой в небольшой плёночке, что тоже сохранит, ну, не будет таким сухим обветренным лицо. Ещё такой вопрос, тоже часто его слышу, по поводу дыхания. Когда минусовая температура. Как дышать, да. Как дышать, да. Чем дышать? Ну, это и летом такой очень интересный вопрос, там, на сколько шагов и так далее. Там вроде бы разобрались, что об этом думать-то в целом не надо. Касаемо зимы, какие риски тут есть, и есть ли смысл перестраиваться как-то, или там так же условно, сильно не думать. Ну, вот моё личное мнение, да, что всё-таки мы дышим и ртом, и носом зимой, да. Понятно, что когда мы выходим, и если очень прохладно на улице, можно закрыть лицо бафом, да. То есть мы одеваем, если у нас на шее, немножко закрываем, разогреваемся в течение, опять же, там, первого километра, дыхание согревается. В принципе, потом можно и снять. Но если очень сильный ветер, можно и в бафе, в принципе, побегать. Ничего страшного. То есть оно немножко обледенеет, потому что воздух тут горячий, здесь снаружи холодно. Вот, ничего страшного. Но, в принципе, вот даже по моему опыту, я не бегала никогда, ну, крайне редко тоже, когда очень холодно было. В принципе, выходишь, и обычно, как ты дышишь летом, и ртом, и носом нам нужен кислород для того, чтобы обогащать кислородом. До какой температуры вообще стоит выходить, любители, на пробежку? При какой температуре, может быть, её вообще просто пропустить? Ну, потому что экстремально холодно, и там пользы от бега будет меньше. Ну, начнём с того, что если вы себя плохо чувствуете, то мы тоже как бы не выходим, да, ну, вот какое-то недомогание, ну, там, начинаем, да, это вот так, наверное, там, на работе устал, всё-таки, ну, один день, ну, если ты пропустишь, ничего страшного. А вот разболеться можно после этой пробежки, да, очень даже и слечь потом на 2-3 недели, что не очень как бы желательно. Но температура, я думаю, до минус 20, в принципе, можно бегать, если это безветренная погода, в принципе, это ничего. Если это минус 15 ветер, то, конечно, ну, да, вот... Стоит подумать. Да, стоит подумать, насколько это важна тебе тренировка, как бы, да, если ты там куда-то готовишься, понятно, там, олимпийские игры впереди, то лучше не пропускать, тренер будет ругаться. Но если это, ну, какой-то там кросс обычный, да, можно, в принципе, перенести на следующий день или там посмотреть, да, вот по прогнозу погоды, если сегодня метель, холодно, то можно, в принципе, на следующей неделе. Или скрыться опять в манеже. Ну, альтернатива у нас как бы есть хорошая, да, то есть ты видишь, понимаешь. Сейчас многие ребята, я смотрю даже на дорожках, тоже вопрос, кстати, задают очень часто. Как вот ты относишься к тому, что вот там я буду бегать всю зиму в дорожке? Я, честно говоря, плохо. Ну, как бы дорожка, там совсем другая физиология, совсем другая биомеханика, то есть там ты просто поднимаешь ноги. В принципе, кардионагрузку ты, наверное, получишь, но в плане техническом ты как бы поломаешься, так сказать, да, вот если вот таким, сказать, грубым, то есть техника будет ломаться. Ну, важно уточнить, что в фитнесе, беговая дорожка в фитнесе, да, не на стадионе дорожка, да, 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 беговая дорожка, которая тренажёр. На фитнесе, да, тренажёр. Да, то есть у меня есть ученик, который говорит, а у меня дома есть дорожка. Ну, то есть как бы вот как ты считаешь, могу ли я всю зиму пробегать? В локдаун там много кто купил дорожку. Да, да, я говорю, я очень к этому отношусь плохо. Да, это как замена, может быть, вот как мы говорим, что плохая погода, можно в принципе, ну, просто чисто вот нету времени, да, у человека. То он понимает, что у него там есть час, ну, как бы ему там одеться, выйти, потом прийти. То есть он понимает, что ему дома там он встал на дорожку, там те же 30-40 минут побегал, в принципе, вот он уже и ту нагрузку получил. Это как альтернатива, ну, можно, но постоянно бег на дорожке, как бы я не рекомендовала ребятам. Значит, вопрос вижу касаемо питья, ну, потому что летом, понятно, нам там жарко становится, мы там, ну, и вопрос гидротации, он как-то очень логичен. Что касаемо зимы, потому что, ну, даже, кстати, по моим ощущениям, иногда складываются ощущения, что пить не всегда хочется, потому что холодно, вот, ну, когда-то, конечно, то есть там, когда ты бежишь, там, не знаю, очень интенсивную тренировку или просто долго, да, ну, неизбежно, вот, и встает вопрос в том числе, ну, а как брать, что брать с собой? Ты же не возьмешь с собой, там, не знаю, обычную бутылку, оно у тебя замерзнет, просто будет холодное, конечно, там, еще пить холодную воду, да, вот, как в этом случае вообще лучше поступать? Ну, вот лично я своим ребятам все время говорю, не берите зимой на тренировку воду, потому что многие до сих пор приходят, бутылочку ставят, ну, как ты говоришь, она остывает, потом они начинают пить, я в ужасе говорю, так, не глотай воду, держи ее во рту, ну, понимаю, что человек уже хлебнул, ну, чтобы это немножко согрелось в ротовой полости, потом уже можно, ну, относительно там такую, да, согревшуюся воду уже выпить, но какие есть рекомендации? Можно, в принципе, попить перед тем, как вы пойдете бегать, не вот вы выходите, вы там взяли 500 грамм, выпили, а вот вы собираетесь на тренировочку и потихонечку-потихонечку начинаете там те же 300 миллилитров постепенно там пить глоточками небольшими, то есть это постепенно вода, то есть вы как бы наполняете себя водичкой. Побежали тренировку, если у вас она не очень длинная, да, то есть, в принципе, вы пить не захотите, но в конце тренировки, когда вы пришли там домой, забежали домой, либо вы всели в машину, у вас там тепленькая водичка, можно попить, либо какой-то спортивный напиток, ну, есть напитки там до тренировки, во время тренировки, после, в принципе, я своим ребятам тоже рекомендую, пробуйте, потому что, если мы бежим какие-то там потом соревнования, полумарафон, марафон, естественно, что ребята пьют эти напитки, надо всё пробовать на тренировке. Не надо никогда ничего нового ни до старта, ни во время, тем более старта, потому что непонятно, как организм, желудочно-кишечный тракт сработает, либо начнётся рвота, либо понос, и, извините, дистанцию мы не завершим. То есть всё время пробуем и такой напиток, и вкусовые, нравится больше кислое, больше сладкое, но то же самое и с гелями. Но по поводу того, что пить-не пить, я бы не рекомендовала зимой на улице, тем более брать с собой, эту холодную воду пить. До тренировки какой-то там 200-300 грамм миллилитров, в принципе, хватит. И после тренировки. Но в крайнем случае, если, допустим, у меня ребята кто-то, я говорю, наливайте в термос. Я стою на тренировке полтора часа, ребята там бегают, в принципе, можно тёпленький какой-то напиток сделать, водичку тёпленькую, но в термосе. Тогда можно попить. Но холодную воду, да, это чревато. Можно же брать этот бачок лыжника специальный. С ним, может быть, бегать не всегда прям 100% удобно, но, по крайней мере, если есть, например, возможность где-то оставить его на улице, он два часа будет совершенно спокойно. Тёплый. Да, тёплый, нормальный. А если это спокойный кросс, то, в принципе, с ним и бегать в общем-то неплохо. Ну, как альтернатива, да, можно, в принципе, взять у лыжников, у них, как говорится, совета. Но у меня ребята зимой не пьют, в общем-то, потому что тренировка полуторачасовая, в принципе, интенсивность снижена, но как бы такого нету, что, прям, потребления, как вот летом, да, хочется прям пить. Я даже ребят заставляю, ребят, если жарко, пейте, пейте, побегали немножечко, попили. Тренировку там сделали интенсивно, попили. Восполняем постоянно, потому что густая кровь, она, как говорится, хуже, ну, да, более вязкая кровь, она, ну, менее текучая, то есть это хуже, чем когда ты пьёшь водичку, немножко разжижаешь эту кровь, она быстрее течёт, быстрее приносит тебе все питательные существа и кислород. Вот, поэтому зимой лучше, конечно, не пить. Ну, на улице я имею в виду. Ну, если такая возможность, топать немножко, конечно. Да, да, да. Ну, естественно, там, вот, да, если, допустим, уже очень хочется пить, возьмите в рот воды, наберите, просто немножко подержите, согреется чуть-чуть, если уж прямо, ну, совсем. А так, конечно, когда холодно, на самом деле, и пить неохота. Можно снега, в принципе. Снежка. Белого. Чистенького, да. Белого, аккуратнее. Это шутка. Не делайте так. Коль мы затронули тему гидротации, важно про питание. Понятно, тема очень большая, но прям давай какими-то большими мазками, очень коротко. При тренировках в межсезонье или зимой будет ли меняться как-то питание? Надо ли, ну, чуть-чуть скорректировать, там, пищевые привычки, сделать ли акцент на какой-то конкретный нутриент или в целом можно оставить всё как есть? Я всегда с вами говорю спортсменам, питайтесь разнообразно. У вас должны быть и белки, и углеводы, и жиры. Да, то есть не надо... Конечно, когда мы готовимся к соревнованиям, мы больше углеводы, да, запасаемся от этой энергии, которая нам будет нужна. Понятно, что, да, там, по стопате перед полумарафоном или марафоном. Ребята понимают, что знают, что надо поесть макарон, да, что надо большую тарелку съесть макарон, чтобы было много углеводов. В принципе, зимой нам всегда хочется немножко, ну, так сказать, что-то тёпленького, жирненького, да, чтобы немножко согреть себя. Какой-нибудь стейк вечером, зимой особенно. Да, я, конечно, рекомендую ребятам, ну, есть разнообразно, побольше зелени, побольше фруктов, и включать в свой рацион витамины. Всё равно у нас не хватает солнца, это витамин D, да, потому что, как бы, да, в Москве пасмурно, солнышка мало, когда она выходит, мы радостные, мы, как бы, очень редко его видим. Вот, потом витамин С, он тоже очень важен для того, чтобы не, ну, как бы, не заболеть, плохо себя чувствовать, ну, когда человек плохо чувствует, что ему говорят, слушай, пей чай с лимоном, да, что, как бы, восклосполнить. Я очень с вами, ребят, рекомендую шиповник заваривать, там тоже кладезь витамина С. То есть не простой обыкновенный чай, а вот, пожалуйста, налили себе в термос шиповника, горсточку, залили кипяточком, чуть немножко постояло, и вот тебе, пожалуйста, профилактика всех респираторных заболеваний вирусных. Вот, в принципе, таких особых, что вот прям вот ешь только вот это, только вот это, как бы нет. То есть надо питаться сбалансированно, ну, в том числе, что, да, да, и белки, потому что некоторые у нас ребята есть, которые мясо не едят, но тогда мы заменяем мясо растительными белками, фасоль, всем известное, да, что как бы растительное. Вот я, конечно, с твоими ребятами всегда рекомендую есть красную икру. Я говорю, что это очень полезно. То есть сезон прям, да. Что это очень важно. Вот. Ещё я очень рекомендую есть мёд. В мёде очень много микроэлементов. Конечно, если нету противопоказаний, ну, на пчеловодство, да, вот эти вот продукты пчеловодства, если нету аллергии никакой. То есть мне всегда, мой тренер говорил, делаем бомбу. Все ребята говорят, что такое бомба. То есть мы берём банку мёда, туда добавляем грецкие орехи, туда добавляем курагу, изюм. Я изюм не очень люблю, честно признаюсь, но опять же, да, мёд – это у нас углеводы, микроэлементы полезные. Курага – это у нас для сердечка, наш калий. Вот. Орехи – это растительные жиры. Орехи можно добавить любые, но я почему-то люблю грецкие орехи, вот, ну, как всегда, вот, более доступные. Вот. Кешью они более жирные, ну, миндаль можно. Звучит вкусно? Да, да. А как всё в езде? Это вкусно и полезно. Некоторые ребята говорят, я говорю, сделали бомбу? Все такие, ммм. Я говорю, ребят, хорошо, тогда, значит, на столе у вас три чеплашки, одна с мёдом, одна с орехами, одна с курагой. О, это проще. То есть, ну, как бы, да, лишь бы остановиться, потому что бывает, смотришь телевизор, чеплашечка орехов уже съедена. То есть, как бы, да, знать, ну, как бы норму. Вот то, что в ладошечке помещается у нас, там, 3-4 орешка мы съедаем, также кураги, 3-4 кураги. Достаточно, ну, как бы, полезно, не пустые углеводы, как булочки и конфеты. Класс. Это полезно. Я уже вижу, что наш оператор очень хочет попробовать эту бомбу. Да, это очень классно, ребят. Но, на самом деле, спортсмены все вот, ну, как бы, знают про эту бомбу точно. Они, может, её не бомба называют, но мёд точно едят, курагу и орехи – это 100%. Не только бегуны, но, наверное, и лыжники. То есть, это уже, как бы, такой, спортивные такие продукты, которые необходимы. Класс. Надо будет попробовать в ближайшее время. Да, да. Я спрошу потом тебя, сделал ты бомбу или нет? Бомбу, да, нет. У меня дома, кстати, все ингредиенты есть, чтобы это сделать. Вот, тем более. В ближайшее время. Значит, давай перейдём непосредственно к зиме. Ну, в Москве такое бывает, что выпадает снег. Бывает такое? Да. Ну, в прошлом году зима была не на стороне лыжников, а на стороне бегунов. Было классно бегать, в общем-то, практически всю зиму. И там, не знаю, в лужниках, например, была прекрасная дорожка, да. Собственно, если выпало много снега, да, если там маршрут человека проходит там, где, например, плохо чистит или снежно, что важно учитывать в тренировках, не знаю, тогда не стоит там делать какие-то интенсивные тренировки, да, быстрые, только там спокойные, например. Может быть, стоит особое внимание уделить там закачке стопы, чтобы вот себя более уверенно вести, или, наоборот, там, не знаю, бегать побольше по этой каше, чтобы там стабилизаторы включались. Ну, потому что такой вопрос возникает, бег по снегу. Ну, да, да, да. С ним проще подружиться, наверное, да? Да, да. Если это рыхлый снег, в принципе, это очень хорошая, да, альтернатива вот прокачке наших, голеностопа нашего, да, то есть, как ты сказал, да, идёт неустойчивая постановка стопы, тем самым мы начинаем как бы более напряжённо бежать, и как бы стабилизаторы мышцы наши начинают работать, тем самым они укрепляются. Если, ну, прям сугробы по колено, то, конечно, я не рекомендую по таким сугробам бегать, это, конечно, будет польза, но вас хватит ровно там на 100 метров, потом можно развернуться, сказать, слушай, я не хочу так мышцы свои там и голеностоп закачивать. Ну, я, кстати, вспоминаю историю тут, я, поскольку в детстве ориентированием занимался и выступал за финский клуб, нам рассказывали прикольную историю, что финские элитные ориентировщики, это звучит уже смешно, правда, вот, ну да, такие есть, и они, кстати, довольно сильные, что они зимой надевают сапоги для рыбалки и выходят в лес, там, поскольку со снегом в целом плюс-минус обычно всё хорошо, и там может быть снега по колено, может быть больше, и они вот прям бегут, ну, там, бегут, идут, вот такой, и делают такой силовой бег, прям пользу, то есть они там из карты работают, и вот таким образом делают силовую тренировку очень сильную. На самом деле, я когда жил в Питере, у меня некоторые тренировки, я когда активно ещё тренировался, мне прям прописывали, что там в кроссе, например, ну, там 3-5 минут бежать по целине. По снегу. Как бы какая есть, да, там была зима, что целина, вот по всю, да, а бывают по колено. Это интересные тренировки. Кстати, ну, вот ты говорила про то, что разнообразие очень важно, может быть, иногда и стоит такое попробовать, ну, так, дозировано очень, аккуратно. Ну, да, вот ты знаешь, что сейчас рассказываешь, у меня прям всплывает картинка с моего детства. У меня вот был первый тренер, ну, так сказать, детский, ну, так скажем, да, который вот меня привёл в лёгкую атлетику, пришла молодая девушка, после Волгоградского университета, и набрала вот первый свой набор, в том числе и меня. Подходит и говорит мне, ты не хотела бы заниматься вот лёгкой атлетикой? И я, ой, я бегать люблю, потому что в дворе всё время бегали, в салочки там, там казаки-разбойники играли, но на самом деле была очень подвижным ребёнком. И она что делала? Она нам говорила, одеваем целлофановые пакеты на ноги, чтобы ноги не промокли, потому что в советское время у нас не так было с кроссовками-то хорошо, мы там, в общем-то, в кедах бегали, там полукедах. И она давала нам мячик и говорила, вот поле, идём, играем в футбол. На самом деле мы детьми, ну как бы понятно, что для нас это было какое-то развлечение, то есть по рыхлому снегу. Во-первых, ты когда пинаешь мячик, он не пинается, летит там куча снега в твоего товарища. То есть ты сам падаешь в эту кучу снега. Ну и это такого рода, ну я сейчас понимаю, что это тоже, в принципе, была такая силовая тренировка, но в игровой форме. Я, конечно, не рекомендую нашим любителям, может быть, да, бегать по такому рыхлому снегу, играть в футбол, но в принципе почему нет? Там взять своих детей, выйти в воскресное утро, ну и так вот побаловаться, немножечко попробовать, хотя бы просто попробовать пробежать по этому рыхлому снегу и на самом деле попробовать, что это не так-то легко на самом деле. Попробуй вот по колено в снегу, вытащить ногу. То есть, да, это надо приложить огромные усилия для того, чтобы движение это просто сделать. Вот, поэтому по рыхлому снегу, когда сугробы, конечно, лучше не бегать. Если это, ну, только вот свежевыпавший снег, и он там, не знаю, там 15 сантиметров, то в принципе, если не скользко, можно пробежать, ну, недолго на самом деле, да, то есть тоже попробуй такой и почувствовать, как ноги немножко нагрузились, и вы получите, ну, как бы другого качества тренировку. В основном, конечно, лучше побегать спокойно, кроссик тихонечко, если где-то вот не сильно расчищено. Но если в плане стоит, там, не знаю, там 10 километров, ну, пробежать по самочувствию, там, далеко от дома не убегать, потому что если вы убежите, потом что вы будете делать? Такси туда вызывать? В поле? Такси туда не приедет. Вот, поэтому стараться, да. Либо пропустить тренировку, ну, просто как бы подождать, пока расчистят, пока уберут снег, пока он немножко потает. Ну, можно заменить в целом, да, тренировку? Да, да, да. Сделать там какой-то кросс-тренинг? Ну, точно не интенсив, точно не интенсив, потому что надергаешь ноги, ну, как бы, да, перегрузишь их, это чревато тем, что можно получить легко какую-то травму. Может быть, не сразу, но потом, когда ты после тренировки придешь, ну, ножки твои перегружены, и получится не очень хорошо. Класс. Тут я, кстати, вижу в чате прикольный вопрос задали по поводу пульса, насколько он зимой будет изменяться. Ну, в целом, звучит логично, что изменяться он как-то может, потому что, во-первых, у нас там температура, у нас, ну, другая окружающего среды, мы тепло одеты, может быть, например, снежно и какая-то нестабильная поверхность, значит, что мы будем как-то больше двигаться. Как стоит скорректировать свои, например, спокойные пробежки, на что оно это ориентироваться, да, потому что я знаю, что многие там тренируются, например, по темпу, и очевидно, что зимой ты всегда по подготовленной поверхности бежать, не знаю, по 5 минут, как вы планировали, по 5-30 или по 6, медленно, не всегда получится, то есть пульс будет явно выше. То есть получается, что особенно зимой критично важно все-таки следить за пульсом, чтобы не уходить в другие пульсовые зоны, и тренировка просто не превратилась из там спокойного, не знаю, аэробного кросса уже какой-то развивающей. Да, все правильно. Факторов повышения пульса очень много, да, в том числе и холод, в том числе и жара, да, когда ты летом бежишь, покровы надо остужать, поэтому туда больше крови, ну, сердечко начинает интенсивнее работать. Так и зимой холодно, организм, ну, мы должны согреть его, поэтому пульс опять, также кровь идет к нашим покровам кожаным, опять частота пульса повышается. Также пульс повышается, поспали, не поспали, да, ну, как бы не выспались, попсиховали, понервничали, на работе какой-то стресс, то есть это все повышает наш пульс. Ну, да, как бы, не знаю, мы же в жизни, мы же живем не в каком-то вакууме, мы живем в социуме, ну, элементарно, сел за руль, пока доехал до тренировки, уже там один подрезал, другой там наоборот, еле едет, ну, то есть ты постоянно находишься в каком-то стрессе, и это очень важно, очень важно. Я все время своих спортсменов, особенно на начальном этапе, когда люди приходят только в нашу школу, мое любимое слово, тише, тише я все время их останавливаю, потому что в основном в своем люди бегут, и они мне говорят, да я себя хорошо чувствую, я начинаю мерить пульс, 180, я говорю, слушай, дорогой мой, то есть через две недели ты мне скажешь, я все, не могу ничего делать, я устал, я не понимаю, что со мной происходит, прогресса я не вижу, бег вреден, и, ну, и я тоже ему скажу об этом, да, что, ну, конечно, бег вреден, если ты бегаешь, по-моему, на пульсе 180, когда тебе тренер говорит 140, ну, я же вообще пешком иду, да, да, опять же, научись бегать медленно, научись бегать на медленном пульсе, это как раз зона, вот это она так и называется, развивающая зона, пульс, то даже, даже там 130, бывает и 120 пишут в некоторых источниках, но 120 вообще, ну, шагом можно идти, в основном, конечно, надо четко контролировать, если тренер сказал 140, 145, но я, иногда бывает, ребят, высокий пульс, у девочек в основном бывает, что приходят, я говорю, ну, давай 150, это потолок, мы с тобой вот стараемся, стараемся, и многие ребята через две недели уже говорят, слушай, у меня нормализовался пульс, я уже вот бегаю на этом пульсе, мне казалось, что я тихо бегу, я говорю, ты стал бежать просто быстрее на этом пульсе, ну, как бы, да, по темпу, тебе кажется, что бежишь так же, но на самом деле на этом пульсе, просто человек замедлился, он все время бегал на 160, и прогресса не видел, он говорил, слушай, ну, вот я убегу уже два года вот на, а вот, ну, результаты у меня не растут, ну, то есть ты начинаешь человеку объяснять с физиологической точки зрения, почему у него нет прогресса, человек осознает это, начинает замедляться, я всегда говорю, наберитесь терпения, да, вот, да, вам будет казаться, что вы как черепаха ползете, что вас всех, все вас обгоняют, ради бога, пусть обгоняют, они свой этап начальный, ну, скорее всего, уже прошли, да, они уже, как черепахи уже, наверное, там побегали, вот, поэтому не надо, особенно начинать, вернее, надо начинать бегать, но не надо начинать быстро бегать, да, обязательно пульсометр, либо можно, как я говорю, дедовским способом остановиться, у нас здесь есть сонная артерия, пальчиками нащупать, бьется, пульсирует пульс, и считаем, ну, за 6 секунд умножаем на 10, либо за 10 секунд на 6, у кого с математикой хорошо, я люблю на 6, потому что, человек говорит 150, ну, там 15, значит, у него 150, то есть, вот, померили быстренько пульс, побежали дальше, это не очень удобно, в плане того, что ты все время тормозишь, как бы, ребята, кто-то бегает, погрешность, правда, чуть побольше будет, ну, если, ну, да, 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 но глобально понять вообще, где-то, наверное, я, зачем это делаю, я вижу, что человек бежит быстро, я его специально останавливаю, либо я подстраиваюсь с ним, вместе бегу и говорю, слушай, расскажи мне какой-нибудь анекдот, а как вот ты сегодня, как у тебя прошел день, человек начинает, тренер анекдот просит сказать, то есть, я хочу услышать, задыхается он, когда он разговаривает, то есть, темп у него выше, чем он, как бы, да, может говорить и не задыхаться, ну, человек начинает сразу так это, молчать, я говорю, так хорошо, давай тогда меряем пульс с тобой, то есть, останавливаемся, я засекаю время, я говорю, слушай, ну, ты бежишь на очень высоком пульсе, давай со мной, тренера не обгонять, и вот я прям на месте, на месте, на месте, то есть, человек понимает, мы бежим вместе, так, какой у тебя пульс там, там, 145, вот это твой темп, беги таким, все хорошо, все, я понял, то есть, это очень важно, очень важно следить за пульсом, прогресса не будет, если бегать все время, мы должны, ну, это вот, как бы, всем уже, наверное, известно, нагружать, мы не можем постоянно организм нагружать, мы должны его нагрузить, потом дать ему восстановиться, потом он вас вытащит на более, ну, как бы, выше, да, если все время, ну, как бы, да, нагружаем, 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 организм вам скажет, я устал, я хочу отдохнуть, либо ты заболеешь, тебя организм сам положит, либо ты получишь травму, что тоже ты прекратишь бегать, то есть, этого не хочется, хочется, чтобы люди бегали долго, любили бег, да, и бегали с умом, ну, то есть, бегали по пульсу, и желательно под чутким руководством тренера, потому что тренер понимает всю, как бы, да, структуру, ну, тренировочного процесса, он может где-то там, наоборот, человека немножечко загрузить, чтобы не выйти в пик формы, когда это не надо, и наоборот, немножечко дать более, больше отдыха, чтобы человек, ну, как бы, да, показал свой самый лучший результат, если это необходимо, да, какая цель у человека, то есть, почему приходят люди, мы говорим, зачем пришел, что ты от меня хочешь, ну, ты начинаешь человека узнавать, да, вот что он хочет, да, я хочу там 5 килограмм сбросить, да, я хочу свои первые 5 килограмм пробежать, я хочу марафон, а что ты делаешь для этого, чтобы пробежать, да, те же 5 километров, да, я там выхожу раз в неделю, ну, слушай, дорогой, этого мало раз в неделю выходить, То есть, да, бег любит постоянство, надо постоянно-постоянно тренировать не только свой сердечно-сосудистый, но и свой опорно-двигательный аппарат. Ты говоришь про постоянство, и ты знаешь, вот утром и вечером мы просыпаемся темно, с работы идём темно. Опять темно. Да, вот скажи, как вот поддерживать, на твой взгляд, мотивацию, и как бороться с этим стрессом из-за маленького количества дневного сна, света? Ну да, света, что мало света. Как с этим можно жить несколько месяцев, да, межсезонье и поддерживать мотивацию к тренировкам? Ну да, это очень сложно, конечно, когда вот ты просыпаешься, во-первых, это очень тяжело проснуться, тем более ты понимаешь, что там надо идти куда-то на тренировку или там бежать. Выключаешь будильник, переставляешь его на позже и думаешь, завтра побегаю, ничего страшного, ничего не произойдёт. Ну, в общем-то, как бы мы все люди, мы все это понимаем, мы все с этим сталкиваемся. Я думаю, что, конечно, мотивация здесь очень важна, да, для чего я это делаю, зачем я это делаю. По моему мнению, не надо делать каких-то долгосрочных таких планов, да. Ну вот я весной, наверное, пробегу полумарафон. И человек понимает, просыпаясь там в 5 утра или в 6, и говорит, да ладно, у меня этот ещё полумарафон там в мае, я ещё там набегаюсь и всё это успею сделать. Нет, надо, наверное, как-то всё-таки ставить такие цели, которые они вот… Близко. Да, близко, и они реализуемые, да, то есть ты понимаешь, чтобы мне подготовиться на полумарафон, так, что мне надо, наверное, я должен, ну, первоначально, так грубо скажем, пробежать, наверное, 5 километров. Вот дай-ка я за этот месяц постараюсь так, чтобы я хотя бы вот пробежал вот эти 5 километров. Потом там, допустим, другую цель ставишь, уже более, там, не знаю, интенсивность поднять, там, поднять свой, там, объём тренировочный, там, пробежать, там, столько-то километров, там, в неделю, да. То есть ставить себе реальные цели. Когда у тебя есть определённая цель, допустим, пробежать, там, 50 километров в неделю. Ага, 50 километров в неделю. Если я сегодня не побегал, то есть у меня, значит, завтра надо будет бегать, ну, там, больше, а если на это у меня время, то есть человек, понятно, что он встанет, потому что он понимает, что у него это запланировано. И это цель реальная, ну, как бы, да, что если он этого не сделает, то тогда вот этот полумарафон, который вроде, казалось бы, он в мае, но, то есть он будет либо недостижим, человек не подойдёт к нему. То есть это, конечно, очень важно, мотивация, это очень важно. Мне кажется, кстати, вот даже если вы, ну, в целом, как бы, вам не так нравится, например, тренироваться в группе, то вот, по крайней мере, в межсезонье как минимум, она может быть хорошим стимулом, чтобы встать, поскольку это сообщество, ты идёшь с людьми, с которыми у тебя есть какой-то классный контакт, и ради этого вставать, приходить, получать какие-то вот эти эмоции, то есть там ты встаёшь не на пробежку, ты в первую очередь встаёшь на встречу. У тебя есть какой-то коммитмент с тренером, с группой, что вы будете, вы потренируетесь, вы там, не знаю, сходите потом в столовую сходите, потом там позавтракаете все вместе. Мне кажется, это тоже вот такой социальный момент. У меня есть такая ученица, она говорит прям, Лен, ну, не могу, говорит, себя, говорит, вот прям вытащить себя, говорит, ну, знаю, что, ребята, что ты стоишь, что ты там меня ждёшь, говорит, и я вот, ну, то есть как бы, ну, так сказать, заставляю себя идти, но все уходят с тренировок с улыбками, все получили свои эндорфины, то, что мы когда бегаем, мы получаем гормоны счастья, гормон радости, это уже никому не секрет, да, и все ребята говорят, слушайте, как здорово, как хорошо тренировка прошла. То есть как бы тут самое главное – дисциплина ещё, да, то есть немножко вот просто так спланировать свой рабочий день, где-то, может быть, ты понимаешь, что ты утром, надо тебе пораньше встать, значит, надо пораньше лечь спать, да, чтобы потом проснуться и весь день у тебя. Это, кстати, очень хороший заряд бодрости, мне очень нравится, допустим, я тоже раньше ненавидела бегать утром, вот честно скажу, сейчас, когда у меня утренние тренировки и когда есть индивидуальные ученики, я с ними побегаю, я себя очень прекрасно чувствую, и на самом деле в этот день ты больше делаешь дел, потому что у тебя какой-то прям вот запал идёт энергии, и ты понимаешь, что там 9 утра, ты уже побегал, ты приехал домой, там всё перегладил, там переготовил, ну, то есть как бы вот это вот тоже, ну, в плане там, что человек на работе, он будет более работоспособный, будет, ну, себя лучше чувствовать, это тоже классно, это даёт такой прям вот, не знаю, очень хороший настрой на весь день, это тоже важно. Можно найти к себе, если, допустим, вот вы один, вы понимаете, что в группу я не хочу, и вот это, можно найти просто какого-то напарника, ну, можно в плане мужа своего попросить, там, да, там, слушай, дорогой, у нас там лишние 2 килограммчика с тобой, там, ну, помоги вот мне, вот одна не могу никак, либо подругу, да, либо подругу, или на самом деле челлендж, да, сказать, слушай, давай вот там поспорим с тобой, что я вот там до такого-то числа 5 килограмм сброшу, то есть и ты уже, у тебя есть определённые какие-то обязанности, то есть это тоже немножко стимулирует, это тоже как бы такая классная фишечка, или кому-то дать просто, ну, там, обещание, сказать, да что, я не пробегу, да я этого не сделаю, да ты это сделаешь, ну, как бы, да, вот так немножко взять его на понт, да, и человек тоже скажет, да, как-то я не могу, и начинает тоже над собой работать, это тоже очень важно. Кстати, бег, он повышает самооценку, как ни странно, да, вроде казалось, человек бегает, но человек начинает, ну, во-первых, сила воли появляется, ну, так вот себя, характер проявляется, ну, это очень, так, бег способствует, ну, там, постановлению такого характера. Ну, и такое сейчас очень популярно, когда, там, качество, которое в беге развивается, это переносить потом, там, не знаю, на личную какую-то жизнь, на рабочие какие-то проекты, потому что, ну, это всё равно всё очень связано, у тебя есть, там, не знаю, на работе дедлайн в беге, у тебя тоже может быть дедлайн проект, да, что вот мне надо до этого срока, там, не знаю, какую-то свою цель реализовать, или, там, какой-то, не знаю, KPI, да, не знаю, километр, вот хочу в эту неделю, там, столько-то километров пробежать себе тоже. Да, 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 и всё. Это хорошая вещь, да. Ты знаешь, мне очень многие тоже меня спрашивают, говорят, слушай, как вот ты вот такая, ну, там, энергичная, вот там столько, я говорю, наверное, мне всё-таки спорт вот помог, да, вот такой вот сила характера. Некоторые люди там, наоборот, раскисают, а Лена с шашкой на голову и пошла, то есть, вот, как бы, мне сразу там действовать надо, вот что-то делать, потому что ты понимаешь, когда ты бежишь на, особенно на крупных соревнованиях, и ты защищаешь честь, допустим, России, у тебя там на груди написано «Раша», и ты понимаешь, что ты бежишь не сам за себя, ты бежишь, там, за страну смотрят, конечно, тут другие немножко, ты волю в кулак, и тебе делать нечего, тебе надо идти на эту абразуру, там, как бы, бороться до последнего. И, конечно, это потом в жизни помогает, так же и любители, да, когда они начинают вот сами себя преодолевать, сами себя превозмогать, свои, там, лень, то, что тяжело немножко, да, и многие вот на тренировке бегут, там, я там говорю, там, пять раз, там, ну, по сколько-то, там, по минуток интервала делаем, и вижу девочки там бегут, болтают, им совсем не тяжело, они говорят, ну, и мы уже не можем, я говорю, ну, давайте ещё разочек там посмотрим. Ну, вообще, то есть я хитрецой где-то там вот немножечко, они потом сделают, говорят, какой у нас тренер, вот, всё-таки вот мы, ну, то есть не заставила, а вот так вот мягенько-мягенько, они, в общем, всё выполнили, и они прям гордятся собой, что они, казалось бы, ну, не сделают эту тренировку, да, ну, вас же не просят бежать очень быстро, то есть я где-то там уговорами, где-то хитриночкой, но у меня ребята все выполняют запланированное, я люблю, когда запланирован, это всё чётко сделать. Класс. Это в жизни помогает. А какой у тебя план, вот, поделись, есть ли у тебя какой-нибудь план на весну? Планов много, мои ученики не дают мне расслабляться, да, я до сих пор бегающий тренер, я до сих пор бегаю, ну, не так активно и так интенсивно, как в свои там молодые годы, в свои спортивные, к чему я очень несказанно рада, потому что это всё-таки, ну, я понимаю, что я ещё, оказывается, могу и соревноваться, и бежать, и вот, кстати, мои ученики меня сподвигли на то, чтобы я побежала в мою столицу именно в категории мастерс, я говорю, ребят, ну, я уже всё, что могла, я там уже заработала. Это очень классно. Да, и ты не представляешь, как я себя чувствовала на разминке, я проклинала всё, я боялась, я вспомнила все свои ощущения, зачем я тебе сюда пришла, что я здесь делаю, тогда она сейчас же будет бежать, терпеть, соревноваться, ну, то есть вот эти все свои ощущения, ну, когда я побежала, и, на самом деле, там, я почувствовала силу, я бежала, так, ну, как-то вот и терпела, и радостно потом финишировала, ну, там, узнала, что я там в пятёрке, что я пятая, конечно, было жалко, было обидно, хотелось быть поближе, ну, как бы, любой спортсмен, ну, как бы, да, чемпион, мы всё стремимся в призовые места, но в любом случае я была рада результатам, потому что я его улучшала, нам на две минуты я улучшила по сравнению с тем, что я бежала в мае на десятки, вот, поэтому, как бы, я была очень рада, что есть прогресс, и тем более там была очень сложная трасса. Вот, какие планы на следующий год? Конечно же, со своими учениками, я, индивидуальные ученики у меня тренируются, я с ними готовлюсь на полумарафон, чтобы мы выбежали с двух часов, вот, как бы, я таким бегущим тренером, и ставим цели, и я им помогаю эти цели реализовывать. Будешь пейсить их? Да, буду пейсить, и буду всячески поить, кормить, отбирать гели, которые дают только одни в руки. Я смеялась, но последнего там на московском марафоне мы бежали на полумарафоне, и мальчик, он говорит, один гель в руки, а мне надо было два взять себе и моему ученику. Я говорю, да я не себе, я у него вырвала эти два геля. В общем, вот, да, и ребята мне мои говорят, может быть, все-таки московский марафон? Я говорю, нет, ребята, нет. Ну, никогда не говори нет, никогда не говори никогда, но вот, пока, конечно, в планах марафона нету, но я очень бы хотела, наверное, все мейджоровские полумарафоны собрать, и такую вот медальку, чтобы, ну, типа, полумарафоны, мейджоры, да, кто знает, может, потом мы и марафоны будем мейджоры собирать. Было бы круто. Да, я просто знаю, я просто знаю, что такое марафон, поэтому я пока туда не лезу. Это, на самом деле, такое испытание для любого человека, даже для профессионала, когда ты встаешь, ты понимаешь, что ты готовился, но все равно это испытание, эти 42 километра, которые, да, мы все равно бежим и преодолеваем такую, ну, сложенную дистанцию, так сказать. Ну, я надеюсь, что, как минимум, весенние цели у тебя все получится. Да, мы надеемся, что старты, будет очень много стартов. Со стартами, да, будет как-то полегче. Я тоже ребятам говорю, не надо лезть никуда за границу, давайте вот, в принципе, по России сейчас очень радует, что очень много, прям можно каждую неделю выезжать. Ну, вот, допустим, мы в Ярославль выехали, практически там большой командой из Одинцова, да, ребята, очень классно пробежали, поддержали друг друга, ну, то есть, очень красивый, замечательный город такой вот, и он в Золотое кольцо России входит. То есть, мы прям выходные провели, то есть, это не только, понимаете, тут объединяет же не только спорт, тут объединяет и вот такой спортивный туризм, так сказать. Так, на выходные куда мы едем? То есть, все-таки уже начинают планировать. Так, а вы туда едете? А в Королево вы едете? То есть, мы, ну, мало того, что оздоравливаемся, оккультуриваемся, то есть, да, вот в Ярославль. Когда бы я поехала в Ярославль? Ну, может быть, когда-нибудь на старости лет бы и поехала. Ну, так, конечно. Ну, да, как все пенсионеры. Ну, что теперь делать? Ну, теперь только путешествовать. Теперь только в Ярославль, да? Да, да, да. Поэтому приятное с полезным. Ну, вот, кстати, на следующий год у нас там клубный старт большой в Казани, в майском. Отлично. Надеюсь, что все будет, и там на марафон, на полумарафон. У меня ребята стартовали, да, тоже и на полумарафон. Да, очень надеемся, что большой компанией. Так что, Вадим, будем ждать. Очень классный старт. Да, все ребята очень хвалят, очень хорошая организация. Хорошая трасса, сказали ребята. Вот, поэтому, да. Круто. Планов много. Спасибо тебе за сегодняшний вечер. Вам спасибо, что пригласили. Много-много всего прояснили. Давай спросим Шара еще раз. Может быть, он будет более конкретен в своем ответе. Получат ли бегуны все-таки кайф этой зимой? Однозначно. Я не буду. Однозначно. Там было. Должно быть так. Действительно, так должно быть. И будет так. Бегуны должны кайфовать круглогодично. Я надеюсь, что это так будет. Друзья, спасибо, что были с нами сегодня. Если у вас будут возникать вопросы, то пишите их в комментариях. Мы на них тоже ответим. Если у вас есть предложения по интересным темам или гостям, которых вы хотели бы увидеть в нашей студии, то тоже пишите. Мы с радостью расширим нашу сетку эфиров. И следите за новыми анонсами. Так что до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите и бегайте. Увидимся на трассах. Всем пока. Всем бег.